Домой С чего начинается Родина-2? С того, что врубаешься чуть, да едва С искания крыши, с нашествием мыши С того, что в соседах одна голодиба Потом я устроился на курсы английского языка В Месси-Университет Там же курсы английского языка посещала моя мама Еще до того, как я приехал туда, в Новую Зеландию Мне нужно было с утра, с 9 что ли утра, я не знаю, до 3 учиться То есть это полный учебный день, фулл-тайм И я устроился там на год учиться на эти курсы Но жить-то на что-то надо было, это так верно Я там снял жилье, ну как Подал я на маленькое, самое-самое примитивное маленькое жилье Назывался тип этого жилья Bad Seed Я подал через Housing of New Zealand Там через City Council, короче говоря Через официальную правительственную организацию На это дело Просто жить, чтобы отдельно от мамы Ну сколько можно было уже надоедать Ей и сестре жить вместе с ними Здоровую лось, надо отдельно жить Вот, и быть ответственным за себя как-то уже самого Заселился я в этот Bad Seed Он представлял из себя там Открываешь дверь, узкий маленький коридор И кончающиеся квадратные комнаты Ну абсолютно почти, квадрат И в этом квадрате там была у меня и постель стояла Тут же я и гостей принимал Короче говоря, тут же было все То есть никаких гостевых отдельных комнат Ничего такого не было Это вот Bad Seed Там крохотный маленький там душик Совмещенный с прачечной вместе Ванны не было И маленькая, узкая, тщедушная Такая длинная, как прямоугольничек Такая кухонка Такая, все Вот, в один шаг шириной буквально там Ну вот это вот было все жилье, где я жил Я клинер первой русской ньютаунской бригады На край земли свалившего полка Бичевенком в саботе Узнать об этом рады Но я не дам им повода пока Прописан я в Bad Seed Сижу на бенефите Который шлет мне скряга казначей Чтоб жить красиво, братцы Мне надо прогибаться К тому же опасаясь стукачей Чтоб жить красиво, братцы Мне надо прогибаться К тому же опасаясь стукачей мне же надо были деньги направлено чтобы там оплачивать все это дело чтобы как-то жить там и сами самому же нужны были тоже деньги вот к тому времени я уже обзавелся машиненкой вот этой вот honda civic но сначала у меня была там я уже рассказывал в предыдущих видео nissan laurel была машина которая была очень там неудачно она у меня приобретение было я бросил конце концов как-то избавился от нее вот я не умел совсем и вводить это было меню ручная коробка передач вот я купил от автоматик honda civic которые впоследствии украли но это позже случилось я рассказывал это можете посмотреть отдельное видео на эту тему как у меня его свистнули и вот до еще до того как это все произошло я значит начал учиться в этом месси университете ездил туда я уже на машине и параллельно с этим мне мой друг володя помог найти работу работа заключалась в чем работа это была клинерская то есть уборщиком нужно было работать но место для работы было необычное я бы сказал даже очень необычное у нас в заливе где находится по берегам вокруг которого находится сам веллингтон значит стоит такое судно корабль бывший буксир этот бывший буксир переделали в ресторан он оставался в плавучем состоянии на воде но вокруг он был обложен такими огромными валунами сделан такой как небольшой такой затончик вот чтобы его там не колбасила волнами и прочее и вот он стоял там на вечном приколе привязана пришвартованы прикованы цепями и так далее вот он никуда он не был ты холоса ничего никуда он там плотно может быть он может быть он вообще на дне на камнях стоял там я не знаю не нырял не знаю не видел вот но все к том что называлась назывался этот ресторан так вот он не бей так вот по-английски это буксир как бы буксир в заливе это очень известное место среди великого веллингтонцев очень часто этот так вот значит ресторан плавучий можно видеть на каких-то фотографиях рекламных там свеллингтона очень известное такое место построены в шотландии этот буксир водоизмещением в 454 тонны начал свою службу в 1958 году в новозеландском порту окленд до декабря 1989 года судно носила название оклендер после того как в 1986 году корабль был списан со службы его купил веллингтонский бизнесмен клэм гриффитс и буксир был переправлен на юг для того чтобы стать первым плавучим рестораном столицы там оклендер был переименован в топу и 2 это название так и не было занесено в морской реестр потому как с 1990 года корабль был обречен остаться на вечной стоянке в веллингтонской лагуне фрейберг чем там кормили это уже второй вопрос говорится в общем палубы которые были снаружи там открыты когда это еще был корабль их застеклили предусмотрительно с того борта который смотрел в сторону залива еще сделали пристройку к этому кораблю выдающуюся вперед такую как бы большой такой балкон который тоже застеклили со всех сторон и крыша все было застеклено вот и во всем остальном это был корабль и корабль внутри в трюме этого корабля сделали function room то есть там был зал для дискотек танцев короче пьянство и прочего разного прочей разной канители которые там ресторанах предусмотрено по выходным но там оставались так же самое те же самое значит латунные поручни везде то же самое как на корабле кстати его одна из моих обязанностей была чистить их от отпечатков пальцев если кто-то имел отношение когда-то к флоту вы можете понять что это такое чистить латунные поручни а их там были километры очень-очень много этих поручней вот на каждом трапе и везде там вокруг этого ресторана чтобы там пьяные алкоголики местные кивицы хватались за ними чтобы морда не упасть там на палубу мне нужно было до блеска до чистоты специальным ставим специальным химическим составом для чистки латуни специальный вонючий такой мазью чистить их вот так как заправскому моряку на северном там или на черноморском флоте вот и каждый божий день я должен был очистить когда там я имею ввиду работал из моей обязанности входило вот это потом там было где-то около шести туалетов которые тоже мне нужно будет там на всех уровнях были туалеты гальюны натуральные морские гальюны мне нужно было тоже их чистить от всевозможных прелестей которая там могла оставлять опять же пьяная толпа велингтонцев кивийцев молодняка всякого тупого напившегося вот это все нужно было за ними за этими свиньями убирает но свиньи реально я говорю как она есть потому что ребята если бы вы были на моем месте посмотрели бы что там творилось вы бы иначе ничего не сказали вот что происходило мои обязанности также входило конечно пропылесосить все кругом помыть полы в кухне которые были там линолеумом выложены вот там было два бара оба этих бара тоже нужно было привести в порядок почистить помыть опять же все эти латунные ручки поручни там рукоятки и прочие разные канитель все то надо было мне прочистить все пропылесосить и не дай бог там чтобы где какая-то соринка там или чего-то и весь корабль еще был там внутри он уставлен всяким таким антуражем морским там скафандры например для глубоководного погружения какие-то аквалангистские там костюмы в общем всякая такая фигня уже чисто для антуража там сделанная она вот ресепшн там был прямо сбоку сделан как заходишь на корабль очень туда через борт там дыра была в борте прорезана чтобы там заходить к этому кораблю ко входу в него вел застекленный такой затянутый пленками проход специальный такой коридор но чем так весело весело такое место в общем на этом так боте я хрен начал клинером работал довольно таки приличное время что такое была эта работа для меня поскольку я имел только ученическую лицензию full license полную лицензию водительскую я тогда еще не имел я не права водить машину с 10 вечера до 5 утра никогда без всяких исключений поэтому я вставал дома в 4 часа утра распорядок дня у меня был такой значит я готовил себе кофе выкуривал сигарету ставил в деку какую-нибудь кассету слушал какую-то музычку чтобы так немножко мозги встряхнула с утра чем-то там завтракал москоряк и в кромешной темноте полнейшие на приставе сетом 5 утра даже летом не особо светло в общем то я должен был выкатиться на хмелье за дверью ночь а в эмиграции подъем опять я в битве с притяжением постели ах как похоже начинаю день за днем кассету в деку в зубы дым в разъятку чайник осколки сна растопит кофе с молоком и ложку в чашке позабы почти случайно отгоражу свой мир от улицы замком и снова я сажусь за руль за наш заправы под шорох шин в туманной тая пелене я ко всему давно привык мне все по нраву колониальной нашей маленькой стране я должен был выкатиться но я выкатывался немножко рискуя без десяти там без 5 5 где-то вот так вот ну в общем то за пять минут на колесах проведешь гораздо больше да чем пешком пройдешь пешком конечно это было не вариант туда идти это очень далеко вот практически вся дорога она была прямая 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 за счет за исключением того что мне нужно было один там спортивный стадион объехать вот так вот кругом бейсин резерв он назывался остальное все так вот прямо прямо чешешь кент тирос там длайт рот на короче говоря там кто знает топографию там велингтон в общем не важно занимало это у меня где-то ну сколько там я не знаю 10 13 знаю сколько там минут трафика никакого не было народу на никого не было кстати по дороге на этот так ботонный бей во время вот этих вот утренних моих рейсов в кромешной темноте ночью особенно когда зимой вообще прелесть страшный ветер ураганный дождь плещет так что дворники не справляются вот именно во время таких вот и моих поездок и написали песню велингтоне цифрон вы можете ее прослушать пойдет по ссылочке по имени этой песни я назвал свой самый первый эмигрантский диск велингтоне цифрон 2003 года и эта песня открывала этот альбом такая история с этим связана памятная для меня потом иначе я приезжал на этот так бот и начинал еще вот в этой темноте но там включал конечно свет вот и начинал там возить грязь короче говоря это было незабываемо конечно ощущение когда особенно когда в заливе в этом был шторм высокая волна и кругом вот так вот тоже колыхало болтыхало и все такое вот это непогода страшные порывы ветра ураганы и вот под этим 7 я внутри смотрел на все это через стекла которые были застеклен этот ресторан и ползал там с этими пылесосами и со всякими разными делами я должен был убрать полностью весь этот буксир очень по возможности быстро потому что я не помню во сколько но по моему уже то ли 8 то ли 8 30 начинали приходить люди работать туда уже и мне желательно было я носился как угорелый как белка просто в колесе чтобы закончить чтобы только не при них все это дело убирать иногда я себе позволял такие вольности как например например наливал пивка немножко там в баре раз там налью пиво или там пепси колы какой-нибудь или фанты что-нибудь такое то есть это вот я конечно там этим делом разживался вот может так сказать иногда с собой там бутылочку приносил раз там налью но так вот ночью же надо как-то споршивая с их еще стекло за что этом работал за какие деньги я не знаю если это было может быть долларов 12 в час на что-то такое но в общем получались у меня какие-то деньги но поскольку я там регулярно работал практически постоянно выходные все время работал выходные конечно была лафа в том плане что я не должен был ехать ни на какую учебу после этой работы возвращался сразу домой мог там а то спас или еще чуть если не доспал но обычно вот считайте там пять дней в неделю до он функционировал постоянно этот ресторан я вынужден был очень после уборки этой вот такой головой в которой там звездочки колокольчики прочие разные дела в общем уставший измотан я просто был выжатый как лимон и прикиньте нормальные китайские арабские нигерийские кенийские аргентинские студенты приходят на курсы английского языка короче там нормально свежие выспавшиеся все ништяк и тут заявляется там дима вообще который нихрена еще не понимает и вообще просто меня спички в глаза вставляй вот так и я должен был к девяти часам заявиться в этот наш институт но благо велингтон город маленький там университет велингтон город маленький там было все рядом как бы ну не очень далеко в этом плане хорошо но во всех остальных планах это было жуть то есть я там просто сидел вот так вот боролся со сном с притяжением земли там с гравитацией короче просто вырубаясь вот такое где-то у меня было да дело то есть до самого обеда и только потом я уже как-то на автопилоте в общем там доучивался 11 сентября 2001 года я находился на уроке английского когда в класс внезапно влетела какая-то взбодораженная учительница и крикнула чтобы мы все немедленно шли смотреть новости мы всем классом кинулись в столовую куда бежали уже и ребята из других групп столовой под потолком висел телевизор по которому шла прямая трансляция из нью-йорка запомнилось как люди самых разных национальностей мы стояли плечом к плечу и затаив дыхание в полной тишине с ужасом смотрели на происходящее на экране состояние шока который я испытал тогда осталось моей памяти и по сей день какие у меня там какие были у меня успехи там должны были быть по английскому на эту тему хотя успехи какие-то были я там по-моему у меня была проблема с каким-то одним там экзаменом по этому английскому там было несколько разных тестов с одним у меня какая-то была проблема я не помню уже точно как какой вас по остальным принципе ничего это мы доклады дела про титаник рассказывал страшными эта тема интересовала еще с юности про титаник этом на английском делал доклады очень там тоже было прикольно там порассказать как я там учился вообще пипец конечно блин весь ближний восток иран угандой кого там только не было что так они насмотрелся ребята что получилось потом после этих курсов английского языка я должен был поступать уж я поступил на курсы электротехнологического университета института извиняюсь назывался сокращенно вал тег это веллингтонский технологический институт валенкин института в технологии короче такая фигня когда туда уже поступил и все на электрика очень этом пошел учиться на трех на трехгодичные курсы я вынужден был уйти с этой проклятующее работы с этого так будто вот как-то и помню была забавная там тема басиха моя ну конечно были там у меня эти боссы которые владели этим так вот там очень богатые люди помню как басиха приезжала женщинка такая лет сорока пяти я не знаю 50 на каком таков купе бмв там у него короче открывалась крыша сама убиралась багажник потом опять назад пристегивалась в общем такие да забавные были люди но они были как бы как и с тем что как я работал как я там сидел не знаю как теперь но в конце прошлого начале нынешнего века веллингтоне еще были в ходу рекомендательные письма так называемая reference letters традиция написания которых переплыла в заокеанские колонии еще во времена викторианской англии письмо это представляло собой характеристику выдававшуюся работнику работодателям при переходе на другое место работы получение каждого такого письма было для меня делом очень важным и за годы моей жизни в веллингтоне набралось их у меня больше десятка интересно что за 13 лет жизни в австралии сталкиваться с необходимостью получения reference letter мне ни разу не приходилось характеристика полученная мною по окончании работы на такботе стала самой первой моей эмигрантской жизни из рекомендательного письма за время своей работы дима показал себя надежным человеком и ни разу нас не подвел он гордился своей работой выполняя свои обязанности по уборке в соответствии с нашими ожиданиями дима очень приятный и вежливый человек и умеет хорошо общаться с руководством и персоналом дружеской манере он чист опрятно одет и очень хороший работник дима покидает нас по собственному желанию и мы без колебаний рекомендуем его для дальнейшего трудоустройства они пытались на мое место найти потом новых работников и помню что она приводит ко мне на работу это был один из последних дней когда там работал приводит двух вьетнамцев которые только что приехали в страну языка ни хрена не знают в общем практически ничего на эту тему больше не могли не сказать чина раздельного с артикулировать но я с ними как там пообщался короче говоря она попросила меня показать им двое обратите внимание двое вьетнамцев я провел их по всему кораблю и показал body language и там жестикуляции отчаянно и значит что нужно сделать и как это нужно все приводить в порядок и где нужно мыть где как чё драйвить какой став использовать и все разное такое короче говоря видом вот и короче говоря и потом оказалось что они ей потом эта женщина мне сказала они когда я ушел сказали извините нам очень нужны деньги мы только что приехали денег нет совсем но они до такой степени нужны что мы не можем это сделать мы не в состоянии справиться с такой задачей ништяк вот так вот дима короче под прикиньте да илья мурами с дима хрен начал там один русский чувак короче сделал то что два вьетнамцы не смогли сделать а для меня это было я уже там втянулся все я уже спокойно все это дело убирал колупался во все это фигни блин и все вот такая вот история вот это была моя третья работа такая в этом так вот он и дэй